сегодня хотел рассказать про визы резидентские визы которые пока получают при покупке недвижимости в дубае есть некоторые заблуждения на этот счет нужно их обязательно вот раскрыть значит известные цифры это что при покупаешь недвижимость на 750 тысяч дирхам и получаешь резидентскую визу что покупаешь недвижимость на 2 миллиона дирхам и получаешь золотую визу отчасти это так но на самом деле вы получаете возможность запросить резидентскую визу с подтверждением того что вы приобрели недвижимость на 750 тысяч дирхам это важный момент значит что еще вы получаете вообще что это за визы в дубае есть несколько видов резидентских виз есть инвесторская виза при приобретении недвижимости есть рабочая виза если вы работаете официально устроены по контракту у вас рабочая виза есть бизнес виза если вы открыли свой бизнес занимаетесь фрилансом или какие-то еще фриланс виза имеет чуть отдельный статус они позже и есть виза за особые заслуги которые выдается очень редко очень мало кому единственный кого я знаю кто ее получил это паша дуров за особые заслуги перед страной арабские эмираты как на самом деле во первых при покупке недвижимости на 750 тысяч дирхам и более вам нужно иметь на руках два документа это документ о том что вы оплатили сумму 750 тысяч дирхам или больше и документ собственности который выдается только при завершении строительства этого объекта поэтому недвижимость которая будет строить еще 35 лет вам не подходит вам нужно смотреть ту которая уже построена и это далеко не лучшие варианты она обычно дороже среднего по рынку если у вас вклад 2 миллиона дирхам конечно вам полегче уже потому что нет нужды ждать завершения строительства вы просто оплачиваете 2 миллиона дирхам в кассу и идете уже оформлять себе золотую визу виза стоит денег вам нужно оплачивать расходы государственные вот этого мфц местного на ее выпуск оплачивать какую-то комиссию это все отдельно идет и вы в течение месяца занимаетесь этим оформлением получаете на руки карточку emirates id это классная карточка но она не дает всех тех великолепных возможностей которые описывают некоторые достаточно ушло агенты она не дает вам право то есть это не вид на жительство это все-таки просто долгосрочная виза дающая право находиться здесь на протяжении двух или более лет по ней вы можете оформить свою семью супруга супругу несовершеннолетних детей или родителей но они будут идти как дополнительные к этой визе и вам также был нужно будет платить за каждого и оформлять их отдельным пакетом если вы оформляете своих родителей то им нужно будет подтверждать каждый год эту визу и снова оплачивать emirates id позволяет открыть счет в банке оаэ но при этом вы не сможете пользоваться им без каких-то границ вам нужно будет подтверждать свои доходы если вы вносите на этот счет и если вы здесь постоянно где-то работаете то вы будете подключать его к зарплатному проекту и тогда уже деньги с вашего работодателя будут поступать на этот счет если вы просто думаете что вы с россией пригоните миллион наличными и положите на свой счет в дубае увы так не работает в этом процессе в принципе много хитрости и лазеек которые используют наши вот помогаторы но некоторые из них не совсем законны поэтому пожалуйста будьте осторожны будьте внимательны оформляя то есть приобретая недвижимость дубая не надеетесь что сразу у вас появится вот внж или еще что-то или слово гражданство вообще забудьте гражданством в дубае обладают только локалы которые здесь родились и выросли никто из иностранцев гражданство дубая никогда не получит гражданство дубая не надеетесь